На дворе 21 век. Прогресс движется семимильными шагами. Появляются новые технологии, а с ними и возможности для людей. Одно из направлений – это установка видеокамер, позволяющих получать доказательную базу при всевозможных нарушениях. Летом в Республике Аздыгея заработала программа «Безопасный город». В рамках этой программы по распоряжению главы республики должна быть произведена установка видеокамер в городах и поселениях. К выполнению условий программы приступили практически все поселения района. Мы свои видеокамеры установили по двум программам. Мы запланировали установку видеокамер по программе «Безопасность дорожного движения» и по профилактике правонарушений. Данные видеокамеры позволят нам отслеживать аварию. Молодежь, вы знаете, как мотается на машинах, поэтому желательно за ними следить, и чтобы можно было в ГИБДД представить уже конкретную информацию по тому или иному нарушителю. То же самое, и мы преследуем еще одну цель. Вы знаете, что у нас экоцентр уже в течение года вывозит мусор, и есть нерадивые граждане, которые данный мусор выбрасывают не по графику вывоза, а пакеты выставляют за сутки, за полтора суток до вывоза. И, соответственно, собаки растаскивают эти пакеты, и дворникам приходится все это подбирать. Поэтому мы преследуем в том числе и цель выявлять недопорядочных граждан, которые мусорят у нас на территории. Естественно, отношение к нововведениям у людей неоднозначное. Жители пока просто у них интерес, ну а дальше посмотрим. Я думаю, что будет много негатива, потому что, естественно, люди будут страдать, потому что видеозаписи мы будем направлять их к экологам для составления протоколов. И, соответственно, где-то будет и негатив, где-то будут и положительные моменты. Но впоследствии, в дальнейшем, я думаю, что они сыграют только положительную роль, и люди будут довольны. О самих устройствах можно сказать, что они самые современные. И выведены на единый центральный пульт районного центра. Сроки хранения информации определены 10 днями. Мы установили камеры цветного изображения, 2-мегапиксельные. То есть это камеры, которые достаточно для распознавания номера, лица человека. Плюс ночная съемка. Пока в майском сельском поселении установлено только 3 камеры. В дальнейшем мы планируем еще камеры устанавливать. То есть это, скажем так, первая ласточка. Мы 3 камеры уже установили. В течение двух недель установим 4-ю камеру, выберем соответствующее место. И дальше по поселку будем в местах массового пребывания людей устанавливать данные камеры для обеспечения безопасности и дорожного движения, и правопорядка. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района.